Далее, что касается создания новой общей записной книжки, то есть не локальной. Здесь то же самое, только относительно новой книги. Вы можете создать ее локально. Кстати, как это сделать? У нас есть личная записная книжка. Здесь же мы можем кликнуть правой кнопкой на пустом месте и выбрать создать новую записную книжку. Нас перекидывают опять в меню файл и мы можем выбрать, где ее сохранить. Опять же, в интернете, в службе Windows Live, в сети, либо же на моем компьютере. На моем компьютере по умолчанию она хранится в моих документах, как мы с вами это уже успели заметить. Просто можем задать ей имя. Там была личная. Теперь давайте зададим имя рабочая. И нажимаем создать записную книжку. Все, у нас автоматически создалась новая пустая книга с одним разделом, с одной страницей. Здесь дальше мы по своему усмотрению уже можем добавлять новые разделы и добавлять в каждый из разделов какие-то страницы и вносить туда информацию. Так, мы вернемся в нашу личную книжку. Следующее у нас здесь во вкладке «Доступ» — это последние изменения. Мы можем посмотреть, какие изменения мы внесли, допустим, за сегодня. У нас все это помечается. Вот смотрите, да. Здесь какие-то отдельные элементы под разделами выделены. То есть, что, куда мы внесли, какие изменения. В целом же, все, что мы здесь добавили и создали, особенно то, что касается текста, подсвечивается желтым цветом. То, что было добавлено. И, естественно, те страницы, которые также были добавлены. Если мы будем говорить об изменениях за 7 дней, то же самое, только за более длительный срок. Мы видим, да, какие изменения были внесены. Это, можно так сказать, история внесения информации в записную книжку. Найти по автору. Здесь момент такой, что у ваших записных книжек может быть автор не только вы. Вы можете добавить сюда еще каких-то авторов, которые от своего имени, либо же это будут другие пользователи вашего компьютера, которые будут вносить туда какую-то информацию, так скажем, иного рода, ну, свою какую-то, да. Поэтому вы можете здесь найти информацию по авторам. То есть список их, сколько их, да. В данном случае у нас их два. Это информация, внесенная пользователем Microsoft, то есть самой корпорацией. Это непосредственно те самые обучающие страницы, которые мы с вами вкратце рассмотрели. И пользователь Windows, то есть в данном случае это моя учетная запись моего пользователя, да. То есть та информация, которую я сейчас в этом ролике сюда вносил и изменял. То же самое. Кстати, вот эта функция, она очень кстати приходится, если записной книжкой пользуется, так скажем, несколько человек, да. То есть если она хранится у вас где-то в сети, и вы не единственный, кто вносит туда информацию. То вот это очень и очень интересно, когда вы можете отсортировать, грубо говоря, по каким-то авторам информацию. Так, ну, далее у нас версии страницы. В данном случае у нас нет версии для страницы, да. И корзина записной книжки, если мы нажмем сюда, то мы увидим здесь корзину, в которой у нас хранятся все те страницы, которые у нас удалены. Вот, кстати сказать, встречается такая, такой момент, так скажем, когда вот пользователь берет, допустим, страницу, кликает правую кнопку и выбирает удалить. Вот. Такое бывает еще происходит случайно, если нажать клавишу DEL, да. И пользователь с ужасом хватается за голову, где же эта информация, если удалилась какая-то важная страница, где там, бог весть, сколько данных в нее внесено. Естественно, в корзине ее нет, потому что информация в корзину не удаляется. Это таким способом. Как ее найти? И достаточно просто перейти на вкладку доступ и нажать вот на эту кнопку корзина. И вот здесь вот та страница, которую я удалил, да, в данном случае, она вот она. И вы можете ее отсюда восстановить. Но стоит учесть, что те элементы, которые пролежали в корзине свыше 60 дней, то есть свыше двух месяцев, автоматически удаляются навсегда. И об этом здесь есть такое небольшое напоминание. И это стоит учитывать. Так, ну давайте вернемся назад. В принципе, вкладка доступ у нас на этом заканчивается. Следующая очень интересная вкладка – это рисование. Значит, с помощью рисования, вот с помощью этой вкладки, да, очень удобно вводить информацию в OneNote, если у вас, допустим, планшетный компьютер, либо же к вашему компьютеру или ноутбуку подключен графический планшет. То есть устройство, с помощью которого можно вводить информацию вручную. Как правило, он представляет собой вид подставки с контактным полем и пера, которая имеет вид шариковой ручки, образно говоря, да, и которой можно писать информацию по этому контактному полю. Она, естественно, вводится в ту программу, в которую в данный момент используется планшет. Но все же кое-что здесь можно использовать с помощью мыши. Да, в принципе, здесь можно все использовать с помощью мыши. Другое дело, удобно это или нет. То есть, допустим, писать что-либо, вот ручкой, да, здесь есть большой список различных, так скажем, эмуляторов, шариковых ручек, маркеров и так далее, да, писать что-либо мышью не очень удобно. Поэтому лучше, если у вас все-таки будет графический планшет. Ну, так или иначе, давайте мы с вами рассмотрим это все. Значит, то, что касается рисования, то вы можете выполнять ее на странице по совершенно любым элементам. Вы можете рисовать поверх текста. Вы можете обводить там какие-то формулы, да, вы можете подчеркивать и выделять какие-то элементы на изображении. Вы можете выделять маркером что-то, да, вот таким образом. Значит, вы можете выбирать здесь цвет и, как я уже сказал, различные модели ручек, да, допустим, выбрать красную, поставить какую-то отметку и так далее, и так далее. Все это вы можете здесь делать. После того, как вы кликаете на какую-либо здесь из ручек или маркеров, у вас курсор автоматически принимает вид вот такой маленькой точки на экране, которую иногда даже бывает очень трудно наблюдать и отслеживать. Это, конечно, на мой взгляд, недоработка компании Microsoft. То есть, людям с не очень хорошим зрением, так скажем, будет очень неудобно этим пользоваться, потому что не видно, где находится данный момент курсором. Но, так или иначе, чтобы уйти из режима вот этого рисования, вы просто должны на вот этой панели нажать самую первую кнопку «Выделить» и «Ввести». То есть, таким образом вы переключитесь в текстовый режим, и курсор примет свою привычную форму. И, кстати, в этом же режиме вы сможете, кликая на то, что вы рисовали, выделять это. Чтобы уйти назад в режим рисования, вам достаточно для этого кликнуть обратно на какую-либо ручку. Если вы что-то хотите стереть, выбирайте ластик. Естественно, вот таким образом можете стереть все, что вы здесь рисовали. Вы можете здесь выполнять вставку каких-либо фигур. Это могут быть диаграммы, координаты. Здесь вы можете рисовать какие-то рисунки и так далее. В принципе, я думаю, здесь все понятно. Если у вас одновременно на странице очень много графических элементов, и вы хотите их упорядочить, что-то вывести на передний план, что-то увести на задний, то в этом вам поможет кнопка «Изменить». Здесь вы можете выбрать пункт «Упорядочить», переместить на передний план, на задний, переместить назад, вперед и так далее. Преобразовать рукописные данные в текст и рукописный фрагмент «Математические символы». Значит, как это работает? Ну, если с математическими символами мы с вами уже знакомы, то преобразовать рукописные данные в текст – это то, что касается написанного от руки в странице OneNote. Ну что же, думаю, здесь все понятно. Двигаемся дальше. Рецензирование. Здесь можно проверить орфографию, поискать что-то в справочнике, выполнить перевод с одного языка на другой, какого-либо текста, выбрать язык текста, ну и так далее, и так далее. Следующая у нас вкладка, последняя здесь – это вид. Как, собственно, представлять вот это окно страницы и вкладки, которые здесь имеются? Разделы, вернее, и страницы. Во-первых, режим просмотра обычный, то есть, когда у нас отображаются и панель разделов, и панель страниц, мы можем сделать полностраничный просмотр, когда у нас сворачиваются все эти вспомогательные панели, и даже сворачиваются вот эта главная, так скажем, панель инструментов. Чтобы ее открыть, просто кликаем, допустим, опять же, на то же меню вид, и выбираем здесь обычный режим. То есть, все возвращается так, как оно и было. Ну, то же самое касается закрепить на рабочем столе. А что касается закрепить на рабочем столе, если мы с вами нажмем на эту кнопку, то у нас OneNote автоматически закрепляется на рабочем столе так, что мы не можем его с вами двигать, он постоянно здесь находится. Его отсюда не переместить. Мы можем только изменить его размер. Вот, но, если мы, скажем, давайте откроем какое-нибудь окно, да, если мы развернем окно, оно уже не развернется на весь экран, а только до OneNote. Очень удобно, если вы используете несколько мониторов, либо же один, но очень большой монитор. Тогда эта функция работает не в ущерб, а рабочему пространству, а наоборот, только в облаке, когда у вас всегда рядом с вами открыто окно OneNote, и вы можете быстро там информацию какую-либо найти, что-то туда внести, записать и так далее, и так далее. Так, ну, давайте мы с вами вернемся в обычный режим, вот в такой, да. Так, что касается цвета страницы, то здесь мы просто можем выбрать ее цветовое оформление. То есть, вот это, да. Какого цвета она будет. То есть, ну, можно сказать, мы можем имитировать цвет бумаги. Мы можем здесь указать какие-то направляющие. Допустим, мы хотим разлиновать под рукописный ввод нашу страницу. На самом деле это очень удобно, если говорить о рукописном вводе с планшета, то такая линовка очень упрощает ввод текста, гораздо удобнее. Мы можем сделать линовку пошире. Мы можем расчертить наш лист в клетку и так далее. Можем убрать все эти направляющие. Можем указать размер бумаги. По умолчанию вот эта страница, она, можно сказать, безразмерная. То есть, мы можем с вами вот взять вот этот блок и двигать его вправо, неограниченно, далеко. Ну, конечно же, ограниченно, но очень далеко вправо мы можем его двигать. Давайте вернем все назад. Вот таким образом, да. Но если вы ведете свои дела здесь таким образом, что рассчитываете, что какая-то информация может быть отсюда распечатана, то гораздо лучше будет, если вы здесь укажете размер бумаги, скажем, А4 стандартный. Тогда у вас страница примет вот такой вид. То есть, белая область будет только там, каких размеров лист А4. Это, естественно, очень упрощает работу с данными, если вы хотите удостовериться, влезет она на распечатанный лист, либо же нет. Ну, естественно, здесь можно задать какие-то специфические параметры, ширины, высоты, задать ориентацию бумаги и так далее, и так далее. Все это можно сделать без проблем. Хорошо, то, что касается увеличения. Мы можем сделать текст крупнее, но это, так скажем, такая внутренняя лупа в программе OneNote. Да, можем отдалить, либо же даже уменьшить все то, что у нас здесь напечатано. Масштаб здесь, в принципе, очень гибкий, от очень мелкого, да, там увеличение в несколько раз. Следующее у нас окно. Здесь очень интересная функция. Это заметка на полях. Когда вы нажимаете на эту кнопку, у вас открывается вот такое окно, куда вы можете быстро внести какую-то информацию и закрыть окно. Оно автоматически сохраняется во вкладке «Неподшитые заметки», которые здесь имеются. В разделе, если точнее выражаться, да. Ну, в принципе, вот мы с вами все возможности в программе OneNote рассмотрели. А еще раз хочу вам сказать, что это просто идеальный инструмент, если вы будете использовать его в своей работе. Как его можно использовать? Во-первых, это отличный инструмент для того, чтобы разрабатывать какие-либо идеи. То есть вы можете достаточно быстро открыть программу, кликнув всего лишь по значку в системном трее, и вам сразу доступно, так скажем, поле, куда вы можете вводить текст, вставлять изображение, прикреплять к этому какие-то, допустим, голосовые или видеозаметки, помечания, рисовать схемы с помощью того же планшета или с помощью мыши, что-то выделять, вставлять какие-то расчеты и так далее, и так далее. То есть прежде всего этот инструмент для творческих людей. Если ваша работа, ваша деятельность связана с какими-то непрестанными разработками, улучшениями, с какими-то идеями и так далее, то это просто идеальный инструмент. Еще какая здесь может быть область применения? Во-первых, это систематизация большого количества информации. Допустим, вы пишете книгу и вы пишете ее фрагментами. То есть сегодня вы пишете первую главу, завтра третью, либо же вы наоборот хотите собрать, только собираетесь писать книгу и хотите собрать все тезисы, которые вы хотите, так скажем, разложить в вашей будущей книге по полочкам. То естественно, здесь вы можете создать отдельную, даже целую записную книгу с отдельными вот этими разделами. Каждый раздел будет посвящен разработке какой-то определенной главы книги, скажем, первая глава, вторая, третья и так далее. И в каждом разделе вы можете здесь выкладывать постранично те материалы, которые вам нужны для разработки конкретной главы в конкретной книге. Если вы постоянно в поиске свежих идей, вы наталкиваетесь на что-то интересное в интернете, вы можете быстро взять и скопировать, скажем, если это текст, в эфир обмена, вставить это в нужную страницу, сделать скриншот, если это изображение, и также вставить его на страницу, для того, чтобы затем эту информацию как-то обработать и использовать. То есть это прежде всего превосходный инструмент именно для работы с информацией, которая вроде бы может храниться хаотично, то есть, скажем, здесь присутствует только минимальное, так скажем, структурирование. Это книга, такое общее понятие, это раздел и это страница. Но ведь даже в одной странице может храниться масса несвязанных отрывков, да, и вроде бы вся информация хранится в такой вот куче. Но с помощью поиска, с помощью таких инструментов, как теги, которые мы с вами рассматривали, с помощью, значит, возможностей вот этих, которые предлагает OneNote, прежде всего по поиску, вы можете очень быстро найти именно то, что вам нужно из всей этой массы. То есть в этом прелесть OneNote. Вы можете хранить здесь информацию либо в разбросанном каком-то виде, так скажем, не строго структурированную там по полочкам, да, в свободном виде. Вы можете ее быстро найти. Либо же вы можете, наоборот, здесь ввести все правильно, стараться, да, стараться какую-то внутреннюю структуру OneNote выработать для хранения информации. Это также будет на пользу. Но, в принципе, я думаю, что вы уже и так оценили для себя те преимущества, которые предлагает OneNote для пользователя. И, естественно, я очень надеюсь, что вы будете применять ее в своей работе достаточно успешно, и это будет вам только на пользу. Что ж, в принципе, это все, что я вам хотел рассказать о программе Microsoft OneNote. Используйте ее в своей работе. Лично я использую ее уже много лет и доволен. Очень доволен. Она всегда мне только помогает в разработке моих идей, в поиске информации на какую-то определенную тему. То есть, это сохранение различных отрывков, каких-то интересных материалов для создания таких баз данных по какому-то вопросу и так далее. И за все это время я не встречал ни одного, так скажем, ни одной альтернативной программы, которая бы превзошла ее по удобству работы и по возможностям. Что ж, на этом у меня все. Большое спасибо вам за то, что нашли время дослушать это видео до конца. С вами был Михаил Зуев и услышимся и увидимся в следующих записях.